Повстречаться с белым медведем и побывать в национальном жилище оленеводов оказывается вполне возможно, даже не выезжая из Архангельска. И в этом может убедиться каждый, кто зайдет в научную библиотеку САФО. Здесь, в стенах интеллектуального центра, в завершении календарной зимы по традиции отмечают Дни Арктики. Для желающих больше узнать о природе, истории, людях арктического региона подготовлено порядка 40 мероприятий – мастер-классов, лекций, фильмов и экскурсий. Одну из которых в Музее природы Арктики Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова проводит виртуальный экскурсовод – копытный лейминг Клема. Для юных посетителей экскурсии виртуальная встреча с жителем арктических тундр оказалась весьма познавательной. Так как растительная пища бедна минералами, то я при случае грызу сброшенные оленьи рога. Я иду скалу поиск, птичьих гнезд. Как и все грызуны, я очень прожорливый, и я практически все свободное время. Знакомство с уникальной природной средой Арктики школьники продолжили в аудитории Музея арктические пустыни и тундры. И уже то, что вносит к тундрам и пустыням там, абсолютно бескрайняя пространство, ты стоишь и видишь горизонт. Теперь ничего не мешает рассмотреть вперед. Единственное, что вы на горизонте можете увидеть, например, силуэтку северного оленя. А второклассники 26-й школы города Архангельска смогли не просто узнать об особенностях сурового северного края, но и стать на время настоящими полярниками, проявив смекалку и находчивость, участвуя в игровом квесте арктическими маршрутами. В свою копилку знаний они добавили еще несколько. То, что медведь оказывается королем Арктики. Чтобы пойти в Арктику, человек должен быть сильным, смелым, ловким. От природы Арктики к истории кораблестроения на севере в эпоху правления Петра I. Открытая лекция профессора кафедры всеобщей истории Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Романа Болдырева об архангельском судостроении, первых выходах торговых кораблей в море и малоизвестных исторических фактах. Капитан ему объясняет, а как Вы обозначите национальную принадлежность судна в море? Если у Вас нет флага, Вы пират. Вас может потопить любой встречный корабль. И пришлось прямо здесь в Архангельске придумывать первый российский торговый флаг. Вот тогда и родилась эта комбинация из трех полос белого, синего и красного цветов. И эти флаги подняли на мачтах первых двух русских кораблей. Погружение в историю, но уже на практике, прошло для участников мастер-класса по древней технике рукоделия валянию. Вот так просто из овечьей шерсти, используя воду и мыло, можно смастерить симпатичный валеночек. Традиционную северную обувь, появившуюся несколько столетий назад. Шерсть, она очень классная. Когда ее намочишь, она очень похожа на пластилин, очень пластичная. Какую ей форму придашь, такую она и будет держать. Можно шляпу свалять, можно тапочки свалять, можно рукавички свалять, можно сумку свалять, можно просто гобелин красивый на стену свалять. Освоить, конечно, да, может любой желающий, главное терпение, потому что процесс долгий, да, и чем больше изделия, тем больше на него времени потребуется. Вот и все. Овладеть этим традиционным северным искусством или научиться национальному немецкому танцу мастерица, символизирующего женщину Ненку, а также просто посмотреть хорошее документальное кино арктического региона, можно до конца февраля в Дни Арктики в Сафу. Елена Вишнякова, Сергей Земских, Анжелика Долинина, Медиа-центр Сафу, Арктический мост.